Всем доброго дня. Я Dov, сегодня у меня HTC M7 с неработающим микрофоном. Чтобы заменить этот микрофон, есть два варианта. Это заказать вот такой вот шлейф, который состоит из самого микрофона, кабель и гнездо зарядки. И плюс здесь еще разъем виброзвонка здесь находится у нас. Такой модуль, замена такого модуля у нас стоит 15 евро. Или можно просто снять шлейф, который находится внутри самом телефоне, снять вот этот вот металлический экран защитный микрофон, а под ним находится сам микрофон. Аналогичный микрофон мы можем найти на Galaxy S2, но еще много моделей 4-пиновый микрофон обычный. Уже несколько раз такой телефончик приходит к нам на ремонт с проблемой микрофона. Вот я пробовал менять сами микрофоны, но почему-то не получается. И при замене цельного шлейфа такого вот модуля микрофон начинает работать. Поэтому мы заказываем целый модуль, меняем модуль целиком. Итак, давайте его заменим. Для этого нам нужно открыть крышку. Крышка, задняя крышка, она состоит вот из металлической крышки. Вот эта вот боковая рамка пластиковая, она тоже идет в сочетании с крышкой, поэтому нам нужно снять крышку вместе вот с этим пластиком, который чаще всего повреждается при съемке. Поэтому очень важно снять крышку, не оставляя следов. Я делаю вот такой вот лопаткой металлической. Для этого нужно, чтобы она вошла вот в эту щель. Вот мало того, что крышка очень плотно сидит с экраном, вот она еще и приклеена. Вот клей такой у нее что-то похожее на ПВА. Таким способом аккуратно соединяем дисплейный модуль с платой от крышки, ну или наоборот. Мне кажется, телефон раньше открывали, потому что не слишком сложно отходит крышка обычно. Обычно все это отходит намного жестче. Так, можно начать вот с этого угла, который мы уже отсоединили. Засовываем шпатель таким, отсоединяем, придерживаем. Дальше по периметру. Видите, здесь уже отсоединили. Открываем. Совсем забыл вытащить SIM-лектор, SIM-слот SIM-карты. Это можно было сделать в начале. Телефон напичкан различными кабелями, шлейфами. Различные виды скотчей. Пластиковые, металлические, медные, коаксиальные кабеля. Под замороченный телефон немного. Не вижу здесь следов. Не вижу следов разбора. Обычно после разбора этого телефона обязательно... Здесь очень много видов болтов, винтов. Обязательно какие-то винты путают. Но, судя по всему, сняли только крышку. Не знаю для чего. Сняли достаточно аккуратно. Не оставили следов на пластике. Обычно здесь вот такие... Оставляют грубые отметины от отверток, всяческих открывашек. Я не знаю, там чем пытаются открыть. Но эта крышка была открыта довольно хорошо. Довольно аккуратно. Итак, шлейф, который нам нужно заменить, находится вот здесь. Вот здесь находится его разъем. Сейчас мы уберем вот этот пластик. Аккуратно отстегиваем разъем. Соединяем шлейф. Далее. Удаляем пыль, если она есть. Да, она есть у нас. Далее запоминайте болты, винты точнее, которые вы будете скручивать при замене шлейфа. Потому что они все разные практически. Здесь у нас... Так... Вот этот винтик откручиваем тоже. Он у нас длинный. Длиннее всех остальных. Здесь у нас находится такая вот металлическая рамка. Ее нужно будет снять. Тоже... Сейчас я покажу поближе. Постарайтесь запомнить, как она выглядит. Точнее не то, как она выглядит, а как она сидит. Здесь она у нас сверху, а здесь она у нас, видите, снизу под... Под вот этим вот пластиковой крышкой. Аккуратно вытаскиваем ее. Здесь также у нас находится разъем, по-моему, разъем вибратора. Вот. И так... Давайте открутим еще вот этот винтик. Он у нас короткий, по-моему. Так... Что у нас здесь еще? Батарея. Батарею тоже можно на всякий случай открутить во избежание короткого замыкания. Короткое замыкание может произойти с чего угодно. Видите? Телефон открыт. В какой-нибудь винтик попадет или просто отверткой ткнете, куда не надо. В результате чего может слететь бут или просто телефон может зависнуть. Отключаем батарею. Так... Далее смотрим... Далее этот модуль можно вытащить. Отключаем виброзвонок. Отключаем виброзвонок. Вытаскиваем этот нижний модуль. Вот он, видите, выскочил у меня. И точно так же вставляем новый. Добавляем единственное на него вот эту вот резинку. Можно осмотреть его. Посмотреть, что с ним не так. Довольно часто на данной модели он выходит из строя. Не знаю, может по причине того, что он внизу и каким-то образом попадает вода. Вот здесь я не вижу никаких следов воды. Прочистить отверстия резинки. Ставим обратно ее. И вставляем модуль на свое место. Ставим модуль. Застегиваем кабель виброзвонка. Застегиваем батарею. Закручиваем ее двумя короткими винтами. Закрываем металлическим скотчем. Вставляем разъем. Далее вставляем вот эту вот металлическую рамку. Нижний край под низ. Так, неправильно я вставляю. Нижний край под низ. И этот край сверху. Закручиваем. Самый длинный винт у нас шел вот сюда, по-моему. Здесь был покороче. Этот серебристый у нас был на самом углу. Еще один короткий винт. И так, давайте переставим защитный пластик со старого шлейфа. Таким несложным образом можно заменить нижний модуль микрофона. Гнезда зарядки, кстати, то же самое. Гнезда зарядки меняются таким же способом. Соединяем, ставим крышку обратно. К сожалению, не могу я сейчас проверить работоспособность микрофона. Потому что телефон залочен на определенного оператора испанской связи, испанской компании. То есть, 90% проблема была именно в том, что мы заменили. Потому что уже не первый телефончик этой модели приходит с данной проблемой. Вставляем SIM слот. Всем спасибо за внимание. Друзья, с вами был Dov. Только что мы заменили микрофон гнездо зарядки на модели HTC One. Всем спасибо за внимание и удачного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok